Девушки отдыхают Роб, расскажи нам немного о вашей группе Наша группа образовалась около пяти или шести лет тому назад, на тот момент на полупрофессиональной основе Но за последние несколько лет, пока мы не записали наш дебютный альбом для лейбла Gal Records Мы стали настоящими профессионалами и с тех пор мы двигались дальше Вашу музыку очень трудно классифицировать Потому что на ваших альбомах, особенно на новейшем, представлена целая палитра разных настроений Будет справедливо сказать, что мы считаем В принципе, нашу музыку можно классифицировать как рок-музыку, как таковую Мы старались сторониться любого известного конкретного стиля Одновременно стараясь вобрать в себя всевозможные разновидности рока И я надеюсь, что нам удалось сохранить то, что вы бы назвали фирменным стилем Джуда Сприс Ваш новейший альбом помогал записывать Роджер Гловер Глэн, можно ли говорить о том, что Джуда Сприс были продолжателями музыкальных традиций Deep Purple? В самом начале нашего пути, пожалуй, что были Я считаю, что любая начинающая группа пережила те или иные музыкальные влияния Когда-то давно, не сейчас, музыка Deep Purple повлияла лично на меня Мы просто попросили Роджера нас продюсировать и в итоге прекрасно сработались В данный момент мы работаем над нашей следующей пластинкой Сотрудничаем с парнем по имени Дэйв Маккой Его зовут Дэйв Маккой? Маккой, мы зовем его Мистер Маккой Ой, извините, Дэйнис Маккой И вновь, что касается вашей музыки Вы проводите огромное количество времени в студии, записывая альбом Ты удивишься, но на самом деле это не так Свой новый альбом мы стараемся доделать, кажется, за 4 недели Так уж получается, что мы проделали много предварительной работы Когда мы заканчиваем очередные гастроли или любой другой проект Предпочитаем заняться новыми песнями Внимательно их разобрать и затем по установленной практике Записать альбом в формате демо И все это происходит еще до начала студийной работы Поэтому в долгосрочной перспективе с момента старта проекта Конечно, на это уходит несколько месяцев Но сама запись студии занимает 4 недели Когда выйдет альбом, предсказать невозможно Последний альбом мы начали готовить в Америке и здесь, в Англии И должны были записать его на момент возвращения в Штаты Но мы решили попытаться записать два альбома подряд И мы хотим начать работать в новом году После чего снова остановимся Мы выпустили один альбом, а второй просто подготовили к выпуску Бывает, теряешь импульс и не делаешь то, что нужно сделать Мы очень трудолюбивая группа и работаем постоянно Если отправляешься на гастроли, пашешь как трактор А вот записывая очередной альбом, теряешь импульс Ваше музыкальное влияние Повлияла ли на вас американская музыка? Нет, не повлияла В общем и целом мы считаем себя полноценными музыкантами С симпатией, как всем музыкальным стилем Конечно, мы вдохновляемся поделенными музыкантами Но с учетом всей той музыки, которая звучит вокруг нас И то, какую музыку мы играем сами Я бы назвал это фирменным стилем Джудас Прист Как группа мы все находимся под влиянием многих музыкантов Мне кажется, что это влияние проникает творчеству Джудас Приста И это хорошо Мы понимаем, что у нас есть своя индивидуальность Если бы вы задали с целью эту индивидуальность определить То это своего рода борьба добра и зла И если ты слышал наши песни, они наполнены очень громкими и очень мощными пассажами Но при этом есть и какие-то едва уловимые мотивы Мы не специально так сочиняем Но эти мотивы, похоже, плетаются в нашу музыку И весьма удачно В некоторых пассажах есть определенные попсовые моменты Они почти симфонические Но когда слушаешь, внезапно проникаешься в вашей особой музыкальной энергетикой В каком-то смысле почти возникает ощущение, что играют какие-то две разные группы В вашей музыке чувствуется определенная агрессия А потом внезапно все скатывается в нечто симфоническое Так было всегда с точки зрения структуры вашей группы? Да, конечно Но так в любом случае происходит не специально Так уж получается, и как говорит Глэн, мы такие, какие есть Как пятерка музыкантов Я думаю, зрителям, слушателям на концерте приятно, когда громкая рок-группа играет какие-то едва уловимые пассажи А затем, по мере музыкального развития, группа вновь играет очень мощно Вот есть такие незабываемые моменты И в этом отношении вы хорошо сработали с Роджером Гловером Можно сказать, что наши интересы совпали Пригласить Роджера Гловера на должность продюсера нам посоветовал лейбл CBS В это время мы репетировали в студии Пайн Вуд в Шепертоне У нас к продюсерам свое особое отношение Поэтому, когда появился Роджер, мы сели и хорошо поговорили После чего решили, что для записи нашего нового альбома Роджер подходит Наш новый альбом мы записываем без Роджера, лишь потому что мы поздно его предупредили И его успели загрузить другой работой Мы не смогли бы согласовать наши рабочие графики Но, вероятно, нам стоит возобновить наше сотрудничество на следующей пластинке Которую мы будем записывать еще не скоро Ну что ж, большое спасибо за то, что пришли на наше телешоу И я надеюсь, что однажды вы сможете приехать с концертами в Австралию Да, конечно, мы приедем в Австралию Большое спасибо! Спасибо! Мы решили снять клип на песню Love Bites В котором этот металлический зверек позади нас занимает центральное место И чтобы он не расстраивался, мы подкармливаем его кошачьим кормом Мы продолжаем разрабатывать подобные синические декорации И предпочитаем использовать потенциал, заложенный в этих декорациях А не снимать видео на какой-то живой натуре Для меня подобные декорации смотрятся намного лучше и более впечатляюще Тем самым наше видео становится уникальным Появляются новые измерения Это нечто новое, то есть больше ничего подобного не существует Ничего подобного никто никогда не видел раньше Роб просто поразительный, сейчас раннее утро, но ты работаешь с огромной самоотдачей Самое главное попытаться быть реалистичным Потому что в зале нет никого, кроме съемочной группы, нескольких наблюдателей Но я считаю, что съемки в видео помогают набираться опыта, знаний Нужно реально постараться и вложить столько же усилий, как и на живом концерте Иногда приходится телейные кадры переснимать Потому что первый раз не получилось как надо Честно говоря, сниматься видео довольно тяжело Даже если удачно постараться складывать губы и петь под фонограмму Я заметил, что в ряде ракурсов камера находится прямо перед твоим лицом Опять же, да, когда все сделано, потом понимаешь, что все зависит только от опыта и потраченного времени На самом деле, все крупные планы получаются реально устрашающими И, вероятно, заставляют стараться еще больше В этом чувствуется мощный напор На обложке альбома Defenders of the Fate покажите ее крупным планом Красуется зверь, металлиан, воплоти в реальной жизни Огромный монстр Да, и теперь мы разрабатываем тактику и сокрушаем континенты Поэтому появился наш герой, металлиан Пока у нас не было возможности увидеть этого зверя Но скоро вы его получите, скоро увидите Почему бы нам не показать кадры из вашего нового клипа? Да, как ты видишь, это коготь, и я выпрыгиваю из него на сцену Насколько большой по размерам ваш сценический металлиан? Коготь, который ты видишь, длиной по меньшей мере 9 метров Или почти 9 Несколько человек удивились, что рога нашего металлиана по меньшей мере 4 метра высотой Поэтому в целом в этот раз у нас очень массивные декорации Как думаешь, сколько все это хозяйство весит? Два миллиона тонн, три миллиона Мы перевозим наши декорации на шести полуприцепах Я думаю, что в среднем рабочие сцены приезжают на очередную концертную площадку примерно в 8 утра А заканчивают монтаж где-то в 4 дня Ну, сам прикинь, как это долго Полный рабочий день И так вот каждый день Какие-то травмы бывали? Пока что без проблем Так, надо постучать, а что это за материал? Это пластмасска Ну, тогда постучу по пластмассе без проблем Все работает как часы Я так понимаю, что ваш зверь пожирал любых посетителей концертов? Конечно, мы уже уничтожили отдельные части Канады Нью-Джерси, штаты Нью-Йорк и Массачусетс Ну, есть остальная Америка, и мы скоро до вас доберемся Нравится вам это или нет? Что ты можешь рассказать об этих масках металлиана? Мы уже обсуждали возможность внедрения в ряд других областей Возможно, в кинематограф Или мы говорили об эквиваленте Вот эти маски металлиана Могли бы стать заменителями тряпичных кукол Джудас Прист Поразительно Давайте усыновите нашего металлиана А что это? Вполне возможно Каким образом идея металлиана воплотила жизнь? Начиная с чертежей и попадания этого героя на вашу сцену Честно говоря, идея металлиана появилась у нас, пока мы были в Майами И занимались там микшированием нового альбома Мы встретились с командой Ника Фишера и его ребята воплотили нашего металлиана в жизнь Да, они осуществили задуманное, да так лихо, что это превзошло все наши самые смелые мечты Когда мы впервые увидели металлиана в Ниагаре всего несколько недель тому назад Мы были в восторге, это невероятно Тут у вас на сцене имеется какой-то тайник, я смотрю, тут какие-то двери Да, по ходу нашего концерта происходит множество тайных действий Но все это происходит не по вине металлиана, а по вине компании Харлей Дэвидсон И вы сами увидите это во время нашего турне по определенным частям его анатомии Это может произойти где угодно Вы узнаете об этом на когте Извините, или может быть не когте, я не знаю Это зависит от его настроения Это может произойти где угодно Невероятная часть вашего сценического убранства Да, конечно, это грандиозное зрелище, на которое стоит посмотреть Я так понимаю, что после концерта люди, публика уходят с нашего концерта Превратившись в маленьких пришельцев металлиана И так по всей Америке Я так понимаю, что нам стоит ждать целый батальон металлианов Батальон металлианов? А почему бы и нет? Пока все идет отлично Пока еще рано об этом говорить, но до конца июля мы приедем с концертами в Америку И вы все нас увидите, нравится вам это или нет Мы словно дурную сон И я вашему возвращению рад Спасибо, Марк Спасибо за приглашение на ваше шоу Сокрушите их Я видел выступления других металлических групп И я считаю, что мы лучшие Да, мы лучшие Как бы вы это описали? Эти койки словно гробы, в которых мы спим И вот тут вот становится невероятно жарко Мы можем выходить только ночью, потому что днем нам приходится в них спать Мы привыкли проводить так много времени в Штатах, что теперь эта страна стала для нас практически нашим домом Поэтому сейчас нам как-то непривычно возвращаться в Англию и ехать по другой стороне дороги В Англии у нас теперь возникают серьезные трудности, потому что местные дороги слишком извилистые На каждом нашем концерте собирается новая толпа Выходишь на сцену и испытываешь настоящий кайф Поражаешься масштабом декораций самого сценического шоу Предстаешь перед зрителями и наблюдаешь за тем, как их лица загораются и они офигевают Просто кайф осознавать все это и судя по их лицам в зале это нечто реально потрясающее Субтитры создавал DimaTorzok